...дал в Одессе. Сторонники новой власти провели показательную акцию в центре города. Пресс-секретарь местного отделения партии «Удар» демонстративно сожгла на вечном огне несколько георгиевских ленточек. И осталась безнаказанной. В то же самое время, в той же Одессе, а также в Харькове и Донецке, произошла череда задержаний уголовных преследований местных жителей, которые освобождали административные здания от нацистских группировок и обезвреживали приезжих бандеровцев. О том, что сегодня на Украине считают законным, наш корреспондент Евгений Решетнев. Две недели назад Маргарита Жудова похоронила сына. Артёма убили на улице Рымарской. Это была кровавая бойня, которую развязали боевики правого сектора. И, конечно, обезвреживанием банды должна была заниматься милиция, а не кучка активистов, среди которых был и 19-летний студент. Я даже не поверила, что это может случиться с ним, потому что он, ну как, он спокойный вообще парень, анатолия. От пуль экстремистов погибли двое, пятеро ранены. С той ночи в городе начались задержания и аресты. Правда, в отделы доставляют не боевиков. Их, кстати, почти всех уже выпустили, а харьковчан, которые штурмовали офис неофашистов. Оказывается, у нас теперь те, кто убивают людей, безоружных, беззащитных, на улицах, то, что происходило на Рымарской, это у нас, оказывается, герои, которых быстро отпускают. А те люди, которые стояли за Харьков, оказываются теперь у нас преступниками. Активисты движения в защиту Харькова пришли к управлению внутренних дел, требуя освободить их лидера. Игнат Крамской в отрядах самообороны, его позывной ТАПАС, арестован и обвиняется в организации массовых беспорядков. ТАПАС был в числе тех, кто месяц назад освобождал Дом Советов от захвативших его бандеровцев, приехавших из Киева и западных областей. А это он же в спортивном клубе «Оплот». Здесь тоже отсиживались боевики. Пили, рисовали на стенах свастику, горожане выбили их и отсюда. Я являюсь одним из лидеров движения самообороны Тимыдана города Харькова. И поэтому получается, что так они оказывают на меня давление и пытаются заставить меня прекратить свою деятельность. Игнат теперь под домашним арестом. Его неугодные власти политическая деятельность отныне распространяются не дальше лестничной клетки. Однако Крамской, судя по всему, настолько опасный преступник, что министр МВД Аваков считает необходимым держать его в камере. МВД рассчитывало на более жесткую санкцию для некоего ТАПАЗа, что был задержан два дня назад в Харькове по подозрению в ряде преступлений в Киеве и Харькове. Однако суд вынес лишь круглосуточный домашний арест. Имея обоснованные претензии к этому вердикту суда, следствие будет подавать апелляцию. Считаю, что мы имеем серьезную проблему в судебных органах в Харькове. Ведется проверка оперативной информации. И ни слова в докладе про правый сектор, про судебные вердикты, по которым на свободу выходят настоящие бандиты. Игорь Масалова, бывшего харьковского депутата, наверное, тоже считают опасным. Член партии регионов, на неизвестный в городе общественный деятель, на всех митингах активно высказывался за федерализацию. Итог обвинений в сепаратизме. Люди приходят сюда для того, чтобы узнать правду и для того, чтобы высказаться. Это их конституционное право. Масалова ежедневно вызывают на допросы в СБУ. В воскресенье здание ведомства пакетирует тысячи харьковчан. Горожане предлагают честный обмен. Женщину с косой меняют на настоящих народных вождей, вроде Павла Губарева. Гуля пришла сдаваться в СБУ. В Донецке тоже требовали освободить народного губернатора Донбасса Губарева. Горожане провались в здании железнодорожного вокзала и в течение часа блокировали пути. Соботу вводить на весел! Соботу вводить на весел! В Одессе сторонники Майдана дошли до того, что не видят разницы между выражением позиции и обычным кощунством. Пресс-секретарь местного отделения партии «Удар» Алена Балаба сожгла на вечном огне у памятника неизвестному матросу три георгиевские ленты. В тот же день на Приморском бульваре правый сектор напал на участников митинга с российскими флагами. Власти обещают провести тщательное расследование, впрочем, нетрудно догадаться, кого призовут к ответу. Вообще-то новые власти действуют очень предусмотрительно. Всех неугодных и потенциально опасных в тюрьму, под аресты. Не важно, что уголовное дело может развалиться на первом же слушании. Главное уже сделано. Конкурент надолго выведен из-за...